Всем привет! Мы начали. У нас снова разговор про питончик для начинающих. Вот он. Мне кажется, что из таких базовых структур, которым пользуются в обычных языках программирования, питон все-таки не очень обычный язык, как ни странно. А может быть уже обычный, не знаю. Он тут недавно вышел на первое место среди популярности по запросам на работу. Так вот, мне кажется, что из таких стандартных для обычных языков программирования структур, мы с вами еще не посмотрели одну, пожалуй, самую главную и самую, что называется исторически оправданную, которая называется массивы. Вот. В питоне с массивом все сложно или все просто, зависит от того, как посмотреть. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Сначала о терминологии. Смотрите, в большинстве языков программирования, ну, например, в таких монстрах, как сиси, плюс-плюс, джава, под словом список, который мы будем использовать, говоря про питоновские массивы, под словом список имеется в виду совершенно другая структура. Вот. Она довольно сложная структура, которая называется связный список, ее полное название, linked list. Этот самый связный список, это довольно хитрая структура, которая использует непосредственно в языке, использует возможность обращаться к памяти компьютера по адресам, по ссылкам, по указателям так называемым. Да? Вот в СИ, например, четко декларируется, что указатели это адреса. И, соответственно, организовывать какие-то динамически устроенные структуры данных, организовывать их в этой самой памяти. Тут Чоми сразу спрашивает, вернее, заявляет, что у них есть вопросы по ТК-Интер. Дорогой мой, давайте вопросы мы будем обсуждать все-таки не в ютубном чате, а в телеграмном, потому что у нас тут, в общем-то, лекция. Если бы это был какой-то прям вот канал-тусовка, то можно было бы устроить тусовку. Кстати, тоже интересный вариант устроить тусовку, но не сейчас. Сейчас у нас лекция. Вот. А в телеграммке всегда пожалуйста. Вот. Так вот, значит, связанный список. В питоне под словом лист имеется в виду совершенно другая структура данных, которая в иных языках программирования может называться, например, динамический массив. Вот про это мы как раз сегодня поговорим, но давайте сначала поговорим про массивы вообще, потому что массивы вообще это, ну, так или иначе, штука, которая нужна нам для понимания, что такое лист в питоне. Воспользуюсь опять диаграммером по-быстрому, чтобы, значит, нам с вами не пытаться от руки все это рисовать. Вот смотрите, значит, как устроена память в компьютере. Память в компьютере устроена до безобразия просто. Она разделена на ячейки, такие вот, в которых может храниться один элемент этих самых данных в памяти. Их много, этих ячеек. Они все расположены подряд. Ну и так далее. Вот. И у каждой из них есть адрес. Ну, буквально. Адрес 0 в нулевой ячейке. Адрес 1 у 1. Адрес 2 у 2. Ну и так дальше. Да, вот. 0 1. Ну и какой-то N. Вот. Когда мы, написавши программу для... Ой. Вот. 0 1 2 3. Да, написавши программу для компьютера, ну, скажем, в машинных кодах. На самом деле не только. Хотим обращаться с данными. Единственный способ это сделать, это ходить к вот этим самым ячейкам памяти по адресам. Ну, допустим, у нас вот по адресу 0 лежит наша первая переменная, а по адресу 1 лежит наша вторая переменная. Что мы при этом делаем? Да. Мы при этом берем, значит, нашу первую переменную по адресу 0. Жмяк. Да. И это у нас будет переменная номер 1. Дальше складываем ее, допустим, если мы хотим сложить, с второй переменной по адресу 1. Ну и получаем какой-то результат. Давайте ради интереса впишем сюда какие-то значения. Значит, вот здесь у нас, здесь у нас лежит, скажем, 100, а здесь у нас лежит, скажем, ну, не знаю, там, 42. Да? Значит, вот мы сходили к ячейке, где лежит 100, взяли 100. Вот мы сходили к ячейке, где лежит 42, взяли 42. Вот получили результат 142. Этот результат надо еще куда-то записывать в какую-то третью ячейку, но это уже как бы дело десятое. Важно то, что в современных компьютерах, в подавающем большинстве, все устроено ровно так. Никаких имен переменных, никаких сложных структур данных в системе команд компьютера. Только ячейки, их номера. Нулевая, первая, вторая, третья, четвертая и так дальше. Что нужно предпринять, если, допустим, у нас не конкретно там переменная A лежит по адресу 0, а переменная B по адресу 1. А если у нас есть целый набор данных, да, ну вот, сейчас мы попробуем сделать вот так вот. Целый набор данных, вот, который весь называется, ну, допустим, A, массив такой, A, вот это как раз будет наш массив. Начинается он с адреса, ну, не знаю, какого-то там, допустим, 100500. Вот, да. И в этом самом нашем блоке данных не одна ячейка, вот, не одна ячейка, а, ну, N, не знаю, тысячу, много. Да-да-да, именно про оперативную память я и разговариваю сейчас. Вот в чем я спрашиваю, находятся ли они в оперативной памяти, именно там они находятся. Именно так это устроено. Вот, если я хочу найти, ну, скажем, пятый элемент этого самого массива A, что я делаю? Да, вот, A5, это что? A5, 5, ну, 4 на самом деле, потому что A0, это вот у нас A0 будет, да, давайте прям напишем, что вот это A0, A0, вот это у нас A1, ну, и так дальше. Да, A4, это что? A4, это адрес, адрес A, плюс еще количество элементов, которым надо пропустить, плюс 4. То есть A4, это A0, первое, второе, третье, четвертое у нас тут не вместилось, давайте мы его вместим. Вот, A4, вот оно, да, значит, мы берем адрес A, прибавляем количество элементов, прибавляем смещение к этому адресу, получаем A плюс 4, там, ну, это, видимо, будет 100, 504, да. Да, 100, 504. Вот, собственно, и все. Вот именно такая структура данных изначально называлась массивом в языках программирования. Вот. Единственное, ну, как бы, важное различие, давайте посмотрим. Единственное важное отличие стоит в следующем. Массив может быть в языках программирования произвольного типа данных. Не только там одна ячейка памяти, а, ну, любого типа. Например, какая-то сложная структурка. Или, например, какое-нибудь длинное число, которое занимает не одну ячейку памяти, а 4 или даже 8. И это не отменяет необходимости у всех элементов массива. Необходимости их лежать в памяти подряд, обязательно подряд. Иначе мы не сможем узнать, где находится очередной его элемент. Да, если они лежат не подряд, непонятно, как искать, там, 20, 100, n элемент массива. Но при вычислении того места, где этот элемент лежит, если каждый элемент занимает несколько ячейк памяти, мы будем прибавлять уже не 4, а 4 умножить на размер. Вот и все. Допустим, если каждый элемент массива у нас занимает 8 байтов, то четвертый элемент массива находится на смещении относительно начала массива 4х8 байтов. 4х8 32. Вот. Такие дела. Рассказ о массивах вообще практически закончен. За исключением одной важной вещи. Давайте мы еще раз вернемся к этой диаграмме. Предположим, вот в этом массиве раз, два, три, четыре, пять элементов с номерами от 0 до 4, так же, как мы с вами со строками говорили. Не важно, какого они сейчас размера, они могут быть у нас размером в один байт, и тогда при вычислении этого размера не нужно, не будет ничего прибавлять, а могут быть размером в несколько байтов, тогда при вычислении очередного элемента надо будет домножать еще на его размер. Не важно. Важно, что их тут ровно пять. Когда вы пишете программу, вы используете память таким образом, что до массива и после него в памяти тоже что-то лежит. То есть вот это у нас массив с вами. Вот. Давайте его цветным сделаем, розовенький. Вот это у нас массив с вами, а. Да? А до него и после него есть тоже какие-то данные. И если мы полезем в минус первый элемент массива, в пятый, то есть а пятый элемент массива, мы попадем, соответственно, сюда или сюда, и произойдет какая-нибудь ерунда в си сплошь и рядом так происходит. То есть, если мы хотим поменять размер массива в таких вот классических языках программирования, где он статический, то нам придется сделать что? Нам придется, допустим, мы хотим его увеличить в два раза. Да? Нам придется где-то, ой, не так, увеличить в два раза. Вот. Нам придется где-то разместить в новом месте памяти дважды то, что там было раньше. Дальше скопировать все отсюда вот сюда, вот ровно так, как я скопировал, только я вот, давайте, давай, перекрасим. Да? Да? Дальше скопировать все то, что было в этом массиве в новый. Сказать, теперь у нас вот это массив А, и он начинается не на 100-500, а где-то. А вот эту память освободить со словами, знаете, эта память мне больше не нужна, распоряжайте ей как хотите. Единственный способ изменить размер массива, это полностью скопировать все данные в другое место, где этого места больше. Вот. Давайте я даже сохраню. На всякий случай. Такие дела. Чоми спрашивает, показывает ли шестностеричный редактор реальное расположение ячеек или моя схема ближе к реальности. Смотрите, это вообще все абстракции. Шестностеричный редактор показывает вам в шестностеричном виде то, что вы им шестностерично редактируете, не имея никакого отношения, это не имеет ни к памяти, ни к чему. Что редактируете, то и пока. Вот. В данном случае речь идет исключительно о том, как, в принципе, все это устроено. Вот, собственно, про массив вообще это все. Это последовательность однотипных данных, которые лежат в памяти подряд, и это последовательность фиксированного размера. В питоне есть тип данных, который очень по свойствам похож, то есть по всем своим эксплуатационным свойствам он в точности соответствует типу данных под названием массив. Но он гораздо круче. Вот. Как обычно бывает в питании. Во-первых, при работе с этим массивом происходят всевозможные проверки. Например, мы не можем, как я вот показывал, выйти за его пределы. Совсем. Вот. При попытке выйти за его пределы возникнет исключительная ситуация. Во-вторых, внезапно в питоне массива можно менять размер. Я сказал, что это нельзя делать, но потом сказал, как это можно сделать. Да? Просто это тяжелая операция. Для того, чтобы изменить размер массива, помните, мы копируем, заводим место в памяти, которое будет больше, скажем, в два раза, копируем старое значение все сюда, вот, и говорим, теперь у нас это массив А, и он не на 5 элементов, а на 10. Только так и можно менять размеры массива. И именно так меняются размеры массива в питоне. Мне могут сказать, но это же страшно неэффективно. Смотрите, при каждом добавлении элемента в массив мы должны, по идее, его, значит, копировать все содержимое из памяти в память. Одно обращение приводит к переваливанию целой пачки ячейок всего массива из одного места в другое. Ответ. В питоне устроено это так, что каждый раз размер массива увеличивается вдвое. Соответственно, не каждый раз, когда вы добавляете туда очередной элемент, происходит вот такое копирование. А скажем, если он размером 8 элементов изначально, кажется, там 8 по умолчанию, то только когда вы будете добавлять туда 9. В следующий раз такое копирование будет происходить только когда вы будете добавлять туда 17 элемент. В следующий раз 33, да? На 10 раз это будет уже какой-то 16 тысяч, сколько-то там элемент. То есть, поскольку у нас рост вот этого размера степенной, ничего удивительного, что довольно быстро в вашей реальной программе вы успокоитесь на каком-то размере массива, который для вас удобен, и за то время, пока вы его создаете, вот это копирование будет происходить там 3, 4, 5, 10 раз максимум. Ну, 20. Все. 2,20 степени это вообще очень большое число. Вот. Поэтому считается, что мы вообще пренебрегаем вот этими волшебными копированиями и считаем, что наши массивы в питоне, у них скорость работы как у массива, только они динамические. Вот. Такая вот хитрость. То есть, дальше мы вообще не будем вспоминать, кажется, не будем вспоминать про вот это вот копирование on demand, вот, а будем говорить, что это просто массив такой динамический, размер которого по ходу увеличивается, если вам это нужно. Кстати, и уменьшается. Еще в питоне в массиве можно хранить данные не однотипные, а вообще любые. Это тоже проблема. Это тоже проблема, потому что мы с вами уже говорили только что, что если данные другого типа, они могут быть другого размера, и если у нас в массиве лежат данные разного размера, то как вообще посчитать, где начинается n элемент. Ну, понятно, да, если бы у нас вот в этой штуке этот элемент был, например, две ячейки, то он бы занимал больше места. Да? Вот. И, соответственно, совершенно непонятно, вот он занимает в два раза больше места. Да? И совершенно непонятно, это в полтора, в два раза больше места. Совершенно непонятно, как теперь это вот был нулевой и первый элемент, как вообще вычислить адрес второго элемента, не зная про то, что у предыдущих элементов были разного размера. Ну, то есть, можно, конечно, просуммировать все их размеры и тогда узнать, но тогда это получится. Опять мы идем сначала и по очереди рассматриваем каждый. Вот. В действительности в питоне сделано не так. В питоне питоновские массивы, которые называются лист, они хранят не сами элементы, а только их идентификаторы. Про идентификаторы я, кажется, говорил. Мы сегодня еще раз про это поговорим. Про них. Идентификатор... А, я обещал на этих лекциях запускать только idle. Вот. Запускаем idle. Вот. Про идентификаторы, я, кажется, уже говорил. У любого элемента в питоне есть идентификатор. Вот. Если это один и тот же объект, идентификаторы совпадают. Если это разные объекты, идентификаторы разные. Мы с вами с этим уже встречались. Да? Если вы пишете A равняется B, равняется C, равняется строчечка, то id от A будет совпадать с id от B и от C. Вот. Даже есть специальная операция сравнения один ли и тот же этот объект. Вот. Видите? Так вот, в таблице в этой лежат только идентификаторы, а сами объекты, сами объекты лежат отдельно где-то, где-то там в памяти, в какой-то еще. Вот. Я сейчас не буду сейчас... Хотя нет, давайте начну рисовать эту схему, просто вы поймете, в чем дело, почему я не хочу ее рисовать. Такой объект. Вот. Где-то в совершенно другом месте лежит другой объект. Он большой. Где-то лежит еще третий объект. Вот. И вот, оказывается, нулевой элемент массива у нас будет лежать вот тут. Вот тут. Первый элемент массива у нас будет лежать, допустим, вот тут. Вот. А второй будет лежать вот тут. Такая структура данных вообще не называется массивом, понятное дело, потому что она более сложная. А ее везде называют по-разному, где-то ее называют таблицей, где-то называют еще чем-то. В общем, вот. В общем, структура данных сложная, называется она там как-нибудь, там лица, массив, что-то еще. Вот. Но обратите внимание, что с точки зрения нас, как программист, которые вообще никак не пользуются, вот этими идентификаторами совсем, потому что в Питоне нет возможности их как-то проэксплуатировать. Вы только можете узнать идентификатор, больше ничего. Да? Которые вообще никак не занимаются специальным размещением элементов памяти, удалением их оттуда. Этим всем занимается Питон. С нашей точки зрения, вот это вот развесистая структура ничем не отличается от обычной структуры, в которой данные хранятся прямо подряд. Вот. С той лишь разницей, что мы можем реально хранить структуры разного, элементы данных разного размера. Вот. При этом обратите внимание на то, что основная фишка прибавили к началу размер умноженный на смещение и получили соответствующий элемент, основная фишка сохраняется. И это если говорить об абстрактном. Вот. Собственно, на этом почти заканчиваются особенности, почти заканчиваются особенности массива в Питоне. Вот. К еще одной особенности мы вернемся чуть позже. А пока давайте вспомним, какие мы знаем другие структуры данных, не списки, а какие-нибудь еще. Которые мы уже, которые являются последствиями в Питоне. Ну вот, например, мы знаем строку. Про строку мы знаем, что она последовательность, что у нее есть операция индексирования, которая выдает ошибку, если мы зайдем за пределы этой самой строки, в которой, кстати, можно использовать отрицательные значения, да? Вот это, вот это E, да? Вот. В которой есть операция секционирования, выдающая под строку в нашей строке. Вот. и еще там с ними можно делать кучу всяких интересных вещей, например, их можно складывать и умножать. Когда мы с вами это говорили, про это, я говорил, что это вообще, говоря, для любой последовательности Питона, хранимой, по крайней мере, для любой хранимой последовательности Питона это так. Мы можем написать а умножить на 2, умножить на 2 плюс b и получить результат. Косвенно мы с вами упоминали еще один тип данных в Питоне, который называется кортеж, от же Тюпль. Кортеж в Питоне это тоже последовательность, но уже не символов, как строка. Ну, мы помним, что строка, на самом деле, строго говоря, последовательность строк, но это уже сейчас для рассмотрения не важно. А любых объектов в Питоне, если мы говорим про Тюпль, мы говорим, что он может быть последовательностью любых объектов в Питоне, строк, других Тюплей, вот, что еще там, ну, короче, что угодно там может лежать, вот. Когда задается Тюпль, ему можно писать, а иногда можно не писать круглые скобочки, иногда нельзя не писать круглые скобочки, например, если мы его придаем в качестве параметра функцию, у нее у самой есть круглые скобочки и у самой есть запятые. Чтобы отличить от одного другого, все-таки надо брать Тюпль в круглые скобки. Вот. Так что можно их писать, можно не писать, когда это можно не делать, например, при связывании. Вот. Тюпль, он же кортеж, это хранимая последовательность объектов, которая тоже обладает теми же самыми свойствами последовательности. От нее можно брать индекс, от нее можно брать секцию. Вот. Напоминаю, индекс в случае секционирования это тот объект, который уже не включается последовательность. То есть это первый и второй элемент нашей последовательности. Первый и второй, третий и второй, третий уже не включен. Вот. И соответственно кортежи можно тоже умножать и складывать. a, b равняется кортеж 1, 2, 3 и кортеж ну скажем бы ну там не знаю. ну пускай будет а умножить на 2 плюс b вот последовательности можно уложить сколько собственно с кортежами мы с вами я мы не встречались с кортежем мы еще не проходили распаковку параметров функции вот с кортежем мы с вами встречались в операциях множественного связывания вот вот здесь вот смотрите на самом деле есть еще один кортеж вот он да на самом деле кортеж кортежей из двух элементов первый элемент именуется буквой а а второй минут буквой b когда мы пишем в любую конструкцию что-то равно что-то через запятую на самом деле мы используем карты так что кортежем и мы пользуемся повсеместно то есть вот здесь вот например смотрите да мы уже могли 1 2 3 4 5 написать так а b c d t равняется вот и чем произошло кортеж который справа распаковался бы на части и пресс бы в элемент который слева так что вот этот кортеж но тем наш сегодняшнего разговора и это массива они же списке а точнее именно списки название список было выбранной потому что в действительности этим 100 этой структурой данных питоне пользуются как раз тогда где в большую в старых языках программирования пользовались вот теми самыми link it list вот что с точки зрения эксплуатационной пользовательской конечно списки в питоне обладают свойствами массивов но вот этих крутые свойства возможность хранить произвольные объекты динамически изменяемый размер их делает более близкими нашему пониманию вот старому пониманию списка вот поэтому они называются списки да я с этого момента буду стараться использовать слово список потому что повторяю связанные списки в питоне практически не используются или вообще не используется да а слово массив в питоне тоже есть строго говоря питоне есть массивы настоящие вот те самые которые в памяти которые однотипные и вот это все но мы с вами ими заниматься не будем вообще они нужны вот для эффективности мы будем заниматься списком вот кстати сказать да значит как что такое список список это такая же последовательность как картаж только сдавай в квадратных скобках да вот если мы напишем вот так то мы получим список ну давайте 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 мы у нас а есть нет c равняется раз два три три тайпа c тюбль а тайпа t будет лист вот с ними можно делать абсолютно ту же самую фиговину что и с обычными с любыми другими последовательностями у них можно брать индексы секцию мы помним что в случае секционирования не проверяется граница границ нашего элемента берется просто ближайшие существующие ну в общем все же тоже со абсолютно та же самая петрушка что и обычными последовательностями умножать их можно да вот можно складывать плюс со списками разумеется вот все тоже сам отличие списка от кортежа состоит в том что эта последовательность изменяемые в действительности до сего момента мы с вами ни одной ни одного изменяемого типы данных питоне не проходили все типы данных с которым мы имели дело константные то есть удивительное дело правда как это число сейчас все константные почему а равняется скажем 100 500 а потом я пишу а плюс равно равно 4 почему а константно когда она изменилась правильный ответ а это имя просто имя которое именует различные объекты и в данном случае она именует именно различные объекты смотрите сейчас у нас а именует один объект когда мы пишем а плюс равно 4 что на самом деле случае целого числа то же самое что а равняется а плюс 4 происходит буквально следующее мы об этом говорили чуть ли не на первой лекции берется объект а это имя мы идем вот сюда на самом деле поэтому идентификатору находим текущий объект на который указывает имя а это 154 дальше берется объект 4 дальше производится арифметическая операция производится новый объект равный а плюс 4 и внезапно этот новый объект называется именем а а вот этот старый больше не называется именем а вот так что в результате такой операции а будет показывать на другой объект ведь они разные тут 696 а тут 568 из чего следует что вот этот объект 1054 был неизменяем и мы не могли никак сделать так чтобы там в нем появилось другое значение то же самое со строками если вы помните для того чтобы поменять чтобы строке надо сконструировать новую то же самое с кортежами но не то же самое со списками смотрите вот у нас есть список t вот его идентификатор мы можем непосредственно взять и в списке t поменять какой-нибудь элемент скажем сказать t2 равняется куку имеет элемент списке поменялся сам объект сам объект остался таким же смотрите видите вот это и означает с точки зрения питона что объект изменяемый наконец-то мы можем взять последовательность положить ее куда-то в список и и прямо там изменять не делать на ее основе еще одну потом еще одну вот а прямо на месте ее подхакивать очень удобно вот причем в самом простом случае список работает в точности также как массив вот тот самый которым я рассказывал теоретически вот и соответственно операция чтения из списка операция записи на определенный момент в определенные моменты списке вот такая они очень дешевые то есть нам не нужно просматривать весь список нам нужно просто вычислить где в таблице лежит соответствующий элемент и заменить его на новый все то есть операции обращение к элементу операция замены одного элемента она очень дешевые для списка вот тем самым мы можем начать научиться решать задачи для которых например недостаточно просто просмотреть исходную последовательность а нужно ее еще и модифицировать как на что-то в ней поменяет там может быть удалить из него что-то короче говоря обработать делается это именно так мы вот эту операцию напоминающую операцию индексирования сейчас скажу вот эту операцию напоминающую операцию индексирования используем в левой части операции связывания то есть говорим t2 равно чему-то да и при этом вычисляется тот объект который находится под индексом 2 в нашем списке и старый объект больше не нужен на него больше этот список не ссылается а вместо него мы заводим ссылку на объект вот который мы тут показали куклу чем я спрашивает является ли вот эти вот штуки адресами в памяти значит скажу так стандарт этого не определяет в питоне написанном на си так называемый си пальцем которым пользуется подавляющее большинство людей которые пишут на питоне да потому что основной основной интерпретации питон написано носить питоном написаны носи да это является адресом памяти вот если сказать ему хекс то можно увидеть что он лежит в конце первой половины памяти то есть вот если полностью общая адресация здесь бы было и все до половины памяти начинается с м и и где-то вот под ней этот самый список и лежит 7ф а дальше вот куда-то уже ниже пришли это такой довольно типичный для x86 64 1 способ размещения господи какие слова но неважно в общем это очень похоже на адрес памяти я вот про что как видите с этим мы еще не сталкивались мы еще не сталкивались ситуации когда мы меняем объект а он остается тот же самый мы можем только новые объекты сгенерировать раньше могли только новые объекты сгенерировать на базе 100 сейчас мы можем прямо записывать в наш список и менять его с этим связан один трюк на который начинающий программисты часто попадаются смотрите допустим у нас есть два имени у одного и того же списка ну даже я сравнивать с ты с ты мы конечно помним что это один и тот же на самом деле объект то есть один и тот же но раньше нас такие вещи не могли волновать потому что ничего не могло случиться ни с объектом с не с объектом не с объектом на который сейчас указывают с имя не с объектом на который сейчас указывают имя т раньше мы могли перебросить это с на что-то другое но мы это сами делали теперь возможен трюк смотрите с допустим 3 равняется с изменился ну и ты конечно тоже изменился еще раз это имена одного и того же объекта мы меняем его через одно имя разумеется другое его имя нам покажет тот же самый объект уже изменил вот такого опять-таки тоже с нами не было следите за этим операция s равно t как видите не является операцией копирования объекта ну об этом все время говорили да просто раньше это было как бы неважно а сейчас это важно операция s равно t является операцией связывания то есть добавление еще одного имени к уже имеющимся списку имен нашего объекта соответственность само добавление имени никак не сделает из одного объекта 2 вот если вы очень хотите сделать из одного объекта 2 вы можете это сделать с помощью специального метода копия Значит, st, u равняется t.copy При этом у нас создастся новый объект Смотрите, s и t это вообще одно и то же А вот s и u это разные объекты Хотя они равны Что произошло? Мы создали новый список И набили его теми же самыми объектами Которым был набит 100 Вот, модифицируем объект Возможно, чтобы всех запутать Скажу, что сами объекты, которые там внутри хранятся Они, разумеется, рекурсивно не копируются То есть, если у нас в списке хранится список То это будет один и тот же список Ну, смотрите Я же говорю, я сейчас всех запутаю Допустим, t равняется, ну и s тоже t равняется 1 А здесь вот раз, два, три Ну, или там Здесь 100 А здесь раз, два, три Какая длина этой последовательности? Два элемента Первый элемент Второй элемент Ну, в смысле, нулевой и первой Нулевой элемент Это число Первый элемент Это список Понятное дело, что Если мы назовем Его еще одним именем Это будет один и тот же элемент Мы можем написать что-то типа s нулевое Равняется нашей любимой ку-ку И получить эффект, который мы уже наблюдаем Ну, мы можем сделать Да, значит Если мы напишем Скажем, s Первое Это у нас Список Значит, мы можем к нему тоже обратиться Скажем, первое Равняется То мы получим, опять же, эффект Который мы уже наблюдали Эффект, который мы не наблюдали Мы получим вот в каком случае Допустим, мы скопируем этот объект t Да U равняется t.copy Теперь это разные объекты s и t Ну, в смысле, s и u U и s Вот У них разные идентификаторы Но Вот эти штуки У них одинаковые Смотрите id от u id от s Разные А вот Что нулевые элементы Что первые элементы У них, естественно, одинаковые Когда мы копировали Мы не озаботились тем Чтобы скопировать Не только сам список Но и под список этого списка Под списки, под списков, под списков Этих списков Если они есть Поэтому Несмотря на то, что u разный И даже несмотря на то, что мы можем, скажем Удалить Из u элемент Если мы сходим вот сюда То мы будем модифицировать Разумеется, один и тот же элемент Вот этот Да То есть S Что там сказал U s 1 1 Равняется Равняется Ну скажем 100 500 Он изменился в s Но он же изменился в u Это был один и тот же список Хотя s и u они разные Когда мы их сами меняем Ну скажем Если мы, скажем Дел Скажем Удалим У нулевое То пожалуйста Они будут разные А вот этот одинаковый Потому что из индикатора совпадает Все, я наконец всех запутал Достиг Достиг просветления Если кто уже запутался Забейте на это С такими сложными ситуациями Мы пока не будем встречаться Просто помните Если вы внезапно Увидели, что вы что-то случайно Модифицировали Под капотом Хотя не хотели этого Возможно Вы не озаботились О правильном копировании Для тех Кто уж совсем Как это сказать Дотошный Кажется Есть модуль копии Для дотошных Который делает Как раз Глубокое копирование Сейчас покажу Где там у нас U равняется Копии Точка Дип Копии От Т И вот здесь Специально Рассказав питону Дорогой питон Рекурсивно Обойди все списки С каждого Сделай копию Если есть подписок Из него Тоже сделай копию Вот только тогда Мы достигаем Правильной ситуации И теперь у нас И U Разные И что важно U первая Тоже разные Вот Вот тот раз два три Этот раз два три раз Если вы же сделали Только голую копию Вот эта штука Сохранится А Забейте Обратите внимание На вот эту операцию Которую я вот тут Проделал И про нее ничего не сказал Вот она Не только Сами элементы Списка Можно модифицировать Но можно Также Модифицировать Их количество В нем Помните мы говорили О том что Списки в питоне Это динамический массив То есть мы можем Взять и просто Тупо удалить Элементы списка В данном случае Нулевой Взяли и удалили Его теперь там Больше нету Вот Ну более точно Давайте попробуем Лист От Не знаю Range От десяти Такой довольно удобный способ Сделать список На десять элементов Что я при этом делаю Я говорю Сгенерируй у меня Пожалуйста Range Помните что такое range Арифметическая прогрессия Специальный тип данных Который порождает Арифметическую прогрессию А теперь говорю Слушай Лист Сконструируй Из этого список Что делает Лист Он говорит Так Ну у вас тут Последовательность Окей Нулевой элемент Этой последовательности Мы возьмем Положим Нулевой элемент Списка Первый в первый Ну и так далее Получается вот такая Красивая картинка Теперь с этим Можно работать Да То есть Смотрите Что мы сделали Мы передали последовательность Конструктору списков Конструктор списков Ее сожрал Прошел по ней И из каждого элемента Сделал очередной элемент Списка Получилась вот такая Красивая картинка Вот с этим Можно сейчас поработать Мы можем Добавлять И удалять Произвольный элемент В нашем списке Смотрите Дел R Ну допустим Четвертый Вот он был Четвертый элемент Да Нулевой Первый Второй Соврал Вот это был Четвертый элемент Нулевой Первый Второй Третий Вот это Четвертый элемент И вот он удалился Вспоминая нашу картинку Что произошло Когда мы удалили Четвертый элемент Вообще Произошла Довольно неприятная Картина Давайте мы сейчас Мы эту неприятную Картину Разглядим Да Так Нам Ой Вот надо Нам нужен еще один элемент Спасибо что его скопировал Вот Значит Неприятная картина Стоит в следующем Давайте Где-нибудь его отдельно Нарисуем Чтобы он нам не мешал Вот Неприятная картина Стоит в следующем Вот у нас есть Раз Два Три Четыре Пять Шесть элементов Массива Мы хотим удалить Четвертый Ноль Один Два Три Четыре Пять Окей Давайте их будет Чтобы неприятность Картину увеличить Давайте их будет больше Больше Вот И мы хотим удалить Четвертый Мы удаляем И теперь у нас Четвертым элементом Должен стать пятый Да Вот Посмотрите сюда Он теперь у нас Четвертый элемент Который был раньше пятым Значит Всю эту фигню в памяти Надо взять и сдвинуть Вот это передвинуть Вот это передвинуть Вот это передвинуть Вот это передвинуть И вот это передвинуть А это удалить Каждый раз Когда мы Вставляем что-то В массив И удаляем что-то из массива Происходит вот такое Передвижение Того куска Ну скажем Всего Передвижение Всего хвостика Чтобы не было дырок что это означает это означает что вообще говоря операция удаления и вставки в массив зависит ее сложность сколько действий при этом будет произведено зависит от длины массива например если мы вставляем в начало у нас весь массив нужно скопировать если удаляем нулевой элемент как мы сделали вот здесь его элемента надо сдвинуть на единичку чтобы вот этой дырки небо вот то есть эта операция ну как тяжелая конечно не тяжелый там если у вас 20 элементов массива но это будет 20 сдвигов таких даже 19 даже может быть меньше если вы не с не изначально удалять а если их миллион а если вы это делаете в цикле миллион раз получится триллион операций вы думаете что их миллиона их триллион есть разница запомнили это мы сейчас вернемся к одному интересному свойству и это будет то когда мы в последний раз будем вспоминать про то как устроены динамические массивы в питоне и в чем их особый смысл но сейчас мы более странные штуки посмотрим просто чтобы было значит вот наш прекрасный р в принципе мы можем изменять не только один элемент массива но сразу целую секцию выглядит это так мы говорим r равняется r дальше указываем секцию которую мы хотим убрать например со 2 по 5 равняется и туда вписываем совершенно новую секцию которая кстати может быть совершенно произвольной длины точку на вам . . о смотрите что произошло мы удалили и сердце со второй по 5 элемент не включая 5 0 1 2 3 4 вот 2 3 5 мы удалили и вместо этой секции вставили вот эту и получилось 0 1 дальше был а дальше остаток 6 8 9 ну например для того чтобы просто удалить элемент массива можно было писать дел а можно было писать что-то типа r с допустим 3 по 4 элемент равняется ничему и вот у нас вот этот один этих 2 3 4 5 конкретно вот этот удалился вот точно также для того чтобы вставить в массив можно было пользоваться функции insert например r . insert insert что куда нет куда что куда мы скажем на 5 или 5 элемент что ну нашу допустим куку чтобы было понятно что он куда вставлен и вот пожалуйста массив раздвинулся опять нам пришлось перекладывать все весь его хвост вперед на этот раз массив раздвинулся и на 1 2 3 4 5 после 5 место был добавлен наш элемент вот время 0 1 2 3 4 5 после него это после какого был вставлен такой вот я бы сказал что вместо него 4 не понял 1 2 3 4 5 ну хорошо значит обратите внимание вот эту раздвижку и сдвижку ну дальше больше мы можем всякую совсем хитрый сделать мы можем например менять каждый второй элемент смотрите это уж совсем совсем ужасная штука но она тем не менее существует вот у нас есть r мы можем взять у него с 3 по 12 с шагом 3 и заменить его на что-нибудь иное допустим на 100 101 102 смотрите третий элемент 4 5 6 элемент 9 элемент вот ну и там еще в обратном порядке мы же помним да что можно делать секционированию с шагом отрицательным вот вся вот эта фигня работает на в присваивании когда она бывает нужно никогда я не знаю зачем это но это можно я не считаю хочу сказать что поскольку у нас здесь присутствует операция связывания она хитрая она распаковывает то что справа в виде последний и вернее в виде последний передает тому что слева мы в принципе можем писать в это место что хотим смотрите мы можем вот здесь написать не по список а кортеж например мы можем написать даже строку сюда смотрите можно писать строку что при этом произойдет давайте давайте сначала придумаем взван по свангуем а потом уже посмотрим мне кажется что должно произойти следующее 0 1 2 начиная с этого 2 3 4 5 с этого по этот элемент эти элементы удаляться и вместо них вставится последовательность то есть вместо них ставится раз два три 4 5 6 много давайте поменьше сделать вместо них вставится шесть элементов ну-ка я оказался прав поскольку у нас происходит связывание и мы замещаем секцию нашего списка то справа берется последовательность и эта последовательность вставляется в этот список вот вместо того что мы удалили последовательность данном случае строка она является последовательность однострочных лет вот опять я всех запутал но в общем снова повторяю что такие сложные штуки нам не понадобятся просто имейте ввиду что они существуют как обычно то есть как я и обещал возвращаемся к вот этому свойству свойство динамического изменения размера массива которая совершенно не обязательно как мы сейчас увидим совершенно не обязательно должно быть тяжелым и сопровождаться без коней как бы долгим сдвигом всех оставшихся элементов туда и сюда если добавлять не в середину массива в конец то ничего никуда двигать не надо ставлю в конец и все аналогично если что-то удалять из конца массива например вот этот элемент ничего никуда двигать не надо удалили и все то есть в отличие от операции вставки и удаления в произвольное место списка в питоне или не говорю уже о вставке и удаления в начало где сдвигать надо все операция добавления и удаления последнего элемента дешевая ну как дешевая если он вдруг окажется шестнадцатым смысле семнадцатым в смысле если он вылезет за границу той свободной области которую мы предусмотрели производя операцию увеличения то надо будет сделать еще одну операцию увеличения вот это будет долго нам нужно будет все скопировать сначала завести память два раза больше все туда скопируете только после этого что-то туда добавить во всех остальных случаях нас в конце массива поджидает свободное место изначально в два раза больше в котором мы можем совершенно бесплатно абсолютно за один ход все добавлять мы говорим пожалуйста вот добавь мне в список еще один элемент и добавить еще один список элементы удали мне из списка еще один элемент и он удалится поэтому для списков есть специальные операция которая называется поп эта операция возвращает последний элемент вот этот и удаляет его из исходного списка ой вот видите понятно что мы можем удалить из любого места но удаление из любого места напоминаю стоит денег оно допустим третьего элемента тоже так можно сделать да это будет р но тогда все пришлось бы сдвигать а вот последний поп и аппенд поп и аппенд на это дело не не чувствительны вот за исключением той ситуации когда свободное место кончилось и нам надо производить переразмещение всего всего но опять таки это мы будем делать не мы это будет делать питончик все будет хорошо без вот поп и аппенд добавляют в конец списка и удаляются конца списка значит люди которые немножко учили программирование распознают в этой штуке такой абстрактный тип данных под названием стек это он эффективность реализации стека с помощью питонских списков высокая потому что он работает с операцией добавления в конец удаления из конца а это дешево вот то есть еще один резон называть питоновский динамический массив не динамическим массивом а списком потому что его например можно использовать как стек а это уже совсем другая как бы с точки зрения программиста другой тип данных тем не менее в питоне он хорош вот ну в принципе если быть занудой списка есть еще много всяких других методов в частности есть метод поиска индекс который возвращает если нужный элемент существует и падает если его не существует есть элемент remove который ищет и удаляет элемент не по номеру а по значению да r.remove qq вот ну и понятно все такие методы разумеется требует перебора всех всего содержимого массива прежде чем мы найдем нужный элемент да никто не знает заранее где лежит элемент qq в нашем списке поэтому remove посмотрит на нулевой элемент на первый на второй найдет этот qq и производит произведет вот это удаление кстати сказать сопровождающиеся опять-таки сдвигом ну как обычно все как обычно массив он и есть массив смотри схемы а еще у них внутри есть сортировка и переворачивание смотрите какая красота давайте возьмем какой-то произвольный список ну скажем состоящий из множества да что ж такое герман про лист у нас не будет вы не 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 на те лекции пришли то есть но во первых питон никогда не будет лист попал не для этого предназначен если вы хотите питон алист задайте вопрос в чатике я вам кину хорошую ссылочку во вторых здесь лекции все-таки для начинающих и мы точно не будем вдаваться во всякие сложности да в частности вот сейчас я избежал соблазна рассказать про списковую сборку потому что это уже будет более сложная штука значит вот у нас есть список тем временем чем и задает вопрос что быстрее питону сделать удалить элемент из середины списка или создать новый без него а что такое создать новый без чего создать новый список не содержащий всех оильям одного элемента старого для этого нужно пройти весь старый наверное удалить элемент из середины дешевле потому что нам нужно только переставить половину списка В случае, когда вы собираетесь создать новый список, вам нужно создать весь. Это в два раза дольше. Так что ответ очевиден. Удалять дешевле, чем создавать копии. Создание копии жрет ровно столько времени, сколько элементов в данном списке. Так вот, давайте мы сделаем из него реверс. Вот, метод реверс превращает наш список в задумно-передный, а метод сорт его сортирует за бесплатным. Ну, естественно, эффективным способом. Сразу скажу, что, как правило, ни тем, ни другим методом не пользуются в RealLife. Потому что с довольно давних пор в третьем питоне есть метод, соответственно, реверсит. Который, правда, выдает какую-то ерунду. Но эта ерунда, на самом деле, является последовательностью. Если вы хотите превратить ее в список, то... И, соответственно, сортирует. Сортирует прямо в список. Как правило, нам не нужно... Ну, зачастую нам не нужно модифицировать наш исходный список. Нам нужно из него получить отсортированный или задумно-передный. Вот для этого используется одно и другое. Причем, в случае, если мы делаем задумно-передный список, то нам совершенно необязательно даже создавать копию. Мы можем сделать специальный объект, который будет просто возвращать по одному элементу задумно-перед. Вот. Именно вот этот объект и делает функция реверсит. Видите, она странная что-то делает. Но если мы такую последовательность превратим в список, то мы увидим задумно-передный список. Попробно. Теперь немножко про программирование. Вообще, я, по всей видимости, очень неправильно поступил, что рассказываю в основном про язык, потому что лекции для начинающих, именно для начинающих, они на самом деле лекции по программированию. Вот. Видимо, моя ошибка состоит в том, что я привык работать, даже если с начинающими, то с такими, которые прям рвутся вперед, и у них уже что-то есть, да, они просто ничего до конца не дошли. И они немножко, как бы, стремятся где-то на стороне или сами развивать это самое программирование. Но, по-хорошему, это, в общем, неправильно, да. Поэтому давайте мы остаток сегодняшней лекции посвятим такому тупому предмету, ну, как тупому, занудному предмету, как разбор примитивных алгоритмов работы со списками. Вот. Неожиданно. Ну, для начала, разумеется, проход по списку. Проход по списку делается с помощью функции for, с помощью оператора for, for, допустим, элемент in L. И дальше мы с этим элементом можем делать, что хотим. Элемент. Элемент. Обратите внимание на то, что в наш элемент приезжает очередной объект из нашего L, какой бы он ни был. Если в нашем списке не только числа, будет не число. Более того, если мы, например, кстати, я об этом не говорил, но, видимо, надо сказать. Если мы, например, формируем последовательность последовательностей, смотрите, мы можем сформировать последовательность последовательностей. Например, там, не знаю, 1, 2, 3, 5, 6, 100. Это, правда, тюп или не список, да? Ну, не важно. То, когда у нас одинаково, если мы точно знаем, что в последовательности лежит одинаковое число элементов, то мы можем сделать вот так. for x, y in t. Ну, вот. x, y. Ну, давайте так. То есть, проходя циклом for последовательность, мы можем автоматом ее еще и распаковывать. Вот. Иногда это бывает полезно. Например, когда у нас в домашнем задании нужно какие-нибудь координаты распаковывать. Ну, вот это все. Вот так вот удобно это делать. Или это удобно делать, если вы уже храните последовательность последовательности, например, последовательность пар. И нам нужно по отдельной паре пройти, и вам лень. Мы, конечно, могли бы написать вот так. Смотрите. Мы могли бы написать вот так. И здесь написать t нулевое, а здесь написать t первое. Почему бы нет? Те же самые пары, те же самые... Все то же самое. Только неудобно. Особенно, когда их не две, там, три, четыре. Неудобно вспоминать по индексу, что там, что значило. Гораздо удобнее их назвать именами такими, про которые вы понимаете, о чем идет речь. И вот. Проход по списку. Значит, он работает по списку, он работает по последовательностям, по любым. Поскольку список у нас является индексированной последовательностью, то есть к нему можно любой элемент получить, обращаясь по индексу. Не все последовательности в питании такие, кстати. Список является индексированной последовательностью. Мы можем вместо такого цикла воспользоваться range'ем. Допустим, у нас есть l, да? У него длина 12. Какой последний элемент нашего списка? Очевидно, 11. 12 элемента уже не существует. С 0 по 12. Мы можем написать так. For i in этот самый range. Range от 0 до 12. print l, id. Зачем так, когда можно так? Нет, даже вот так. Согласитесь, и эта конструкция длиннее, чем вот эта конструкция. Абсолютно незачем. И делать так не надо. За одним исключением. Когда вы хотите в этом цикле проделать что-то сразу с несколькими элементами вашей последовательности. Например, давайте превратим вот это l в последовательность попарных сумм. То есть 1 плюс 3, 4, 5. 3, 4, 5 плюс 3. 3 плюс 4, 5, 6. Вот в такое. Ну, скажем так, для начала выведем эти попарные суммы на экран. Как это сделать? Напишем все то же самое. А здесь напишем плюс l и плюс 1. Да? Этот элемент плюс следующий. Даю 5 секунд на то, чтобы найти ошибку в этой программе. Python сам ее нашел. Обратите внимание, что последняя итерация этого цикла не произошла, потому что... Да потому что вот здесь вот у нас получилось 12 в конце концов. А l12, как мы знаем, не существует. Совершенно... Да, да, да. Вот Андрей нам советует out of range. Совершенно справедливо. Вот. Значит, что я сделал не так? Я... Вот что сделал не так. Так, я запустил цикл от первого до последнего, от начального до последнего элемента массива, а сослался на следующий после последнего. Так что здесь надо написать что-то типа len от l минус 1. И тогда все будет работать как надо. Ой, вернись. Я все прощу. О, вот вам, пожалуйста, последовательность суммы. Как эту последовательность сохранить в новый список? Легко. Давайте заведем новый пустой список. И вот в этом цикле вместо принта просто добавим это туда. Скажем, n.append d. Всю эту ерунду. Вот он. Можно проверить, что это действительно последовательность попарных сумм. Да? 346, 348, 459, ну и так дальше. Обратите внимание на то, что я с абсолютно легким сердцем воспользовался динамичностью размера списков в питоне. Поначалу список пустой. Вот этот вот кубик означает не баян без кнопок, а именно пустой список. И в этот пустой список с помощью метода append, то есть добавления, того самого, про которое я говорил, что он дешевый, добавлял каждое новое значение. Получил вот такую красоту. Сразу скажу, что не следует делать при работе со списком. При работе со списком не следует менять его сообразно по ходу внутри цикла. Сам список внутри цикла менять нельзя, пока вы с ним работаете. Если вы оттуда, например, что-то удаляете, то может случиться странное. Вот. Андрей спрашивает, почему у меня имена переменных не по PEP8. Видимо, это претензии к имени L и так дальше. Обратите внимание, что данный шрифт позволяет отличить I от L абсолютно во всех случаях. Поэтому еще единицы. Ничего общего у этих букв нет вообще. Поэтому я считаю, что в данном случае PEP8 неприменима в этом месте. Если же вы говорите про большие и маленькие буквы, не знаю. Мне большие буквы нравятся. Вот. Вообще PEP8 это не догма руководствует действию. Как это? Смотри замечание Гвиды на этот счет. Мы, кстати, будем с вами на этот счет говорить. Вот. Что еще? Поиск первого. Наш классический. Наш классический поиск первого состоит в том, чтобы выйти из цикла в тот момент, когда мы что-то нашли. For. E in L. In L. If. E. Равняется того, что мы там ищем. Ну, скажем, 23. Print. 23. Давай так. 23 is found. А зачем нам F тогда? Break. Else. Нет, не этот else. Вот этот else. Print 23 is not found. Да? А если бы здесь было не 23, а допустим 123? Кажется, оно отсутствует. Напоминаю, что поиск первого это очень частый паттерн, шаблон работы с последовательностями. Что отличается он тем фактом, что когда мы что-то нашли, надо делать одно, а когда мы не нашли вообще ничего, надо делать совершенно другое. Вот. И для этого в питоне есть специальный оператор, как работает клауза else для цикла. Мы об этом уже говорили, но на всякий случай повторяю. Если выход из цикла происходит естественным путем, потому что условие больше не выполняется, а именно последовательность кончилась, выполняется клауза else точно так же, как клауза else в случае if выполняется, если условие не верно. Если же выток-выход из цикла произошел путем брейка, клауза else не выполняется. Таким образом, когда мы что-то нашли, мы выполняем нужные действия прямо тут и делаем брейк, и больше цикл не повторяется. А если мы не нашли ничего, мы прилепливаем результат обработки этой ситуации к клаузе else оператора for. Вот такое удобство в питании. Давайте вот что сделаем. У нас же мы функции умеем. Давайте в функции поиграем. dev max от массив. Давайте ищем максимум. Как искать максимум в нашем массиве? На самом деле это будет любая последовательность. Давайте даже напишем for. MyMax. mx равняется какой-нибудь минимальным значением, которое точно в массиве не будет. А вдруг будет, ну неважно. for e in a if mx меньше e mx равно e равно e e и вот его здесь возвращаем. Letur mx. Вот. Вот неправильный алгоритм поиска максимума в массиве. Почему неправильный, сейчас расскажу. Innalyn синтаксис, он как-то совсем неправильный. А, returue, returue верным. Returue верным. Ну да, да, понятно. Во. Давайте попробуем использовать эту программу. max, наша функция max, от списка, ну скажем. Да вроде правильно работает. Только скобочки не забыть. Видите, нам подсказывает, что там a должно быть. Не, все правильно. Что не так? Что я сделал не так? Опа. Вот мы нашли ошибку в этом алгоритме. Вот. Которая состоит в том, что мы совершенно напрасно предположили, что максимум будет не меньше нуля. С какой стати? Мы вообще не знаем, какие там объекты. Может быть, там не числа вовсе. Помните нашу договоренность о том, что в питоне duck typing. Утиная типизация. Вот этот алгоритм хорошо работает и хорошо бы работал. Хорошо работал бы, если бы мы здесь не вписали точно, что максимум равен нулю, то есть целому числу. А если там строки, например. Неприятность. То есть от строк он вообще будет работать как-то странно. Давайте попробуем передать ему массив строк. Почему бы нет? Бабах и упал. Короче, плохой, негодный алгоритм мы с вами запрограммировали. Что здесь не так? Вот это здесь не так. Отчего здесь писать? А мы не знаем. Но с другой стороны, что мы делаем? Мы ищем наибольший элемент в массиве? Отлично. Давайте возьмем любой элемент этого массива. Любой. В качестве первоначального кандидата на наибольшего. Если там найдется больше, вот здесь нам вернется больше. Если там не найдется больше, окей, пускай так будет. Вот. А нулевое. Вот теперь эта штука будет работать. Давайте проверим. И так она работает. И так она работает. Напоминаю, что сравнение для строк лексико-графическое. Первый неравный элемент, первый больший элемент означает, что... Очередной больший элемент означает, что соответствующий соответствующий строкам больше. Вот. Единственное, что мы здесь лишний раз сравниваем этот а нулевой с а нулевым. Ну, правда. Как этого избежать? Есть два варианта. Оба хуже. Вот. Первый вариант делать вот так вот. То есть брать секцию. Он хуже тем, что нам придется создавать еще один массив для того, чтобы просто сравнить. Не хочется нам создавать еще один массив. Мы можем сделать не так. Мы можем вот так сказать. for e in range от a len от единицы, запятая len от a. Вот. То есть воспользоваться, где там у нас была... уже нету, да? А жалко. Жалко. Ну, короче, воспользоваться вот тем алгоритмом, который мы... Который я назвал проход по индексам. Вот этим, да? Вот. И тогда мы здесь будем просто писать a и t. Здесь тоже a и t. Вот. И спасемся от всего, да? У нас будет работать... Короче, мы не будем сравнивать нулевой элемент с самим собой. Так тоже будет работать. Вот. Правда, надо сказать, что работать оно будет чуть-чуть медленнее за счет того, что в предыдущем алгоритме мы не использовали операции индексирования. Здесь используем. Нам нужно каждый раз сначала взять i, потом сходить к массиву на элемент i, и потом еще раз сравнить. Вот. А в самом первом варианте, где у нас мы ходили по всему массиву и сравнили a нулевой с a нулевой, вот. По крайней мере, не было вот этого двойного индексирования. Мы каждый раз, мы просто ходили... Нам уже проезжал очередной а то элемент, и индексирование делать было не надо. Вот. Но операции сравнения в этом алгоритме на одну меньше, чем в том, потому что мы не сравниваем a нулевой с a нулевым, что в общем и не нужно было делать. Вот. Да? Это я к чему? Это я к тому, что когда вы реализуете такого рода алгоритмы, не забывайте... Вот. Не забывайте, что так делать нельзя. Нельзя делать необоснованные предположения о значениях ваших переменных, если они необоснованы. Да. Такие дела. Значит, нам осталось пять минут. Давайте я вам расскажу один волшебный трюк. Крайне опасный, но волшебный, который мы с вами будем использовать в домашних заданиях. Возможно, прямо сейчас уже начнем. этот трюк состоит в том, что питон, как интерпретатор, умеет исполнять не только программу, которую вы ему выдали, но и зажевывать кусок просто строки, как программу. Смотрите. С равняется один плюс два умножить на три. Это такая строка. Ну, С большая, конечно. Да? Это не опасный трюк. Чему? Вы не... Как это? Я не сразу объясню, чем он опасен. Это волшебный трюк. Да. Так вот, эту строку можно вычислить как выражение питона, причем не самому, а сказать питон, пожалуйста, вычисли. Выглядит это вот так. Что сделает питон? Он пойдет в эту строку и будет ее интерпретировать, как если бы это был кусок программы. А в куске программы было бы написано один плюс три умножить на три. Ну, всем же ясно, что такое один плюс три умножить на три. Это здесь. То есть, дальше больше. Если у вас в пространстве имен есть уже какие-то имена, какие-то имена, какие у нас есть имена в данном пространстве имен? Никаких. Только S. Ну, а S есть. Ну, ладно. А с БТБ равняется 12 с БТБ. Да? То, в принципе, питону ничего не стоит сходить к этим именам и вычислить значения, зная, чему равно А и чему равно Б. Вот тот же самый Eval это делает. то есть фактически вы выполните кусок программы питона. И в этом опасность. Потому что мы можем сюда вбить какую-то страшную кусок программы питона, который при попытке ее выполнить, ну, не знаю, там. Я, наверное, могу, если постараюсь все файлы удалить, например. Просто вот одним Eval. Да. Вот, 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 вот. Спасибо, Андрей. Андрей даже всем рассказал. Ну, зачем вы это сделали? А то сейчас народ пробовать начнет. Ну, правда. Вот. Значит, не слушайте его. Он вам это, плохое советую. А, спасибо, дорогой. Действительно, без импорта не свобода. Это с импортом это надо сейчас уметь сделать. Короче говоря, почему этот трюк волшебный? Этот трюк волшебный, потому что позволяет нам не париться, когда в наших домашних заданиях возникнет, ну, например, необходимость ввести, ввести, ну, не знаю, там, 10 значений или там, 5 значений. Вот вам написано. 5 значений. А, Б, Д равно Е. Ну, input возвращает строку. Если мы сейчас вот так сделаем, то максимум, что можем добиться, это раскидать посимвольно. Ну, хорошо, можем даже вот так сделать. Да? Давайте мы вот так сделаем. Что при этом произойдет? в А пойдет первый символ, в Б пойдет второй символ, в Д предпоследний, в Е последний, а в С все остальное в виде списка. Кстати, вот вам интересная тема на распаковку. Она связана с сегодняшней темой про списки, поэтому я ее решил обнародовать. Да? Вы можете вот так делать распаковку. Вообще любое присваивание может включать в себя звездочку в левой части и тогда в эту звездочку приедет все то, что непоместимость. Да? Давайте еще раз попробуем эту штуку, она смешная. Значит, А, б, звездочка С равняется С, равняется 1,2. Что при этом произойдет? При этом будет все хорошо. А попадет 1, в Б 2, а С будет пустым списком. Вот. Вот так к слову пришлось, я хотел рассказать не про это. Итак, мы пишем A, B, C, D, E, равняется input. Вот. И в этой A, B, C, D, input нет, это не тюпли, это а, с этой стороны тюпли, Значит, в этот A, B, C, D, input по условию задачи A, B, C, D, E, нам нужно засунуть, ну, не знаю, ну, 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 допустим, в условии сказано ввести 5 целых чисел через запятую. И вот мы вводим сначала строку, потом выделяем из нее какие-то, какие-то подстроки, эти подстроки, чтобы это отделяемых от запятых, какой-то сплит, вот всю эту ерунду. Кстати, про сплит мы еще не говорили с вами, потому что у нас не было списков, вот, а сплит дает список стол. Так? Значит, и не будем пока говорить, будем в следующий раз говорить. Давайте последовательную задачу решать. Итак, у нас есть какой-то ввод, и в этом вводе, как мы уже сказали, 5 чисел через запятую, так требует условия задачи. как правильно тут подсказывает в последнем комментарии Андрей, why это же да-да-да, значит, why это же тюпль, то есть, вот эта конкретно строка, это хорошее, годное выражение на питоне. выражение, которое конструирует нам тюпль. Если мы скажем eval от этот самый imp, что произойдет? питон увидит вот это, скажет, так, как там, why да-да-да-дэ-да-да-дап-л, то бишь, это же кортеж, проинтерпретирует его, обнаружит там числа, проинтерпретирует их и вернет нам кортеж чисел. Осталось написать, осталось написать a, b, c, d, e равняется eval n. Обратите внимание, значит, e забыл, а, нет, да, e. Обратите внимание, что они еще и правильного типа, ну потому что они еще и правильного типа, ну потому что соответствующие константы были правильного типа. Тут важны две вещи. Вещь первая. В домашних заданиях не бывает неправильного или злобного ввода. Ваша программа гарантированно получит те данные, которые описаны в условии домашнего задания. То есть не будет вот этих страхов, которыми на тут пугает Андрей. И не будет синтактически неверных конструкций. Сказано 5 чисел через запятую, то это будет 5 чисел через запятую. Если вам нужно, например, два числа и строку, то они должны выглядеть так. Допустим, a, b, s равняется e-val от input. Input. Я решил взять суперпозицию. Зачем нам сначала input, а потом e-val от input? Можно прям сразу написать. Мы вот введем строку, а потом ее же и распарсим питоном. Да? Значит, если мы хотим ввести два целых числа и строку, надо сделать это как в питоне. Два целых числа. Это не целое число. Два целых числа и строку. О, строка должна быть в кавычках. Вот и все. Вот. s. Да. Вот. Так что, если вы видите в домашнем задании какой-то сложный формат ввода начальных данных, вот типа такого, имейте в виду, что совершенно легально можно использовать e-val input. Вот. Именно в домашних заданиях. И, пометуя угрозы Андрея, значит, совершенно легально нельзя использовать e-val в продакшн каких-то больших программах, потому что мало ли что вы там заеваете. Не говоря уже о том, что пользователь как введет вам этот e-val. Будет страшно. Такие дела. Я рассказал все, что мог. Домашнее задание, как обычно, либо сегодня вечером, либо завтра утром. Вот. Давайте задавать вопросы. Андрей задает вопрос, какая алгоритмическая сложность у кого e-val. Ну, как вам сказать? Какая-то. Это же зависит от того, слишком большой нагрузку на парсинг там не будет. Понятное дело, что любой e-val это гораздо больше работы, чем просто выполнение соответствующего куска уже скомпилированного байт-кода, но тем не менее. Не здесь, пожалуйста, Герман, найдите меня в телеграммке или придите к нам в чатик. Это не статья про лист, это целый проект лист по образному языка на базе машины питона. А так статья, прислите ссылку на статью про лист. Да весь интернет полный статьями про лист. Окей. Вопросы по теме есть? Видимо, нету. Ну все, давайте мы уже 5 минут как мимо времени. Значит, всем спасибо. В следующий раз мы с вами будем говорить даже не знаю о чем, пока предварительно сказать не могу. Может быть, вернемся к ТК Интеру, потыкаем в него, раз уж у нас уже есть списочки, значит, можно писать разумные программы. Тут, наконец, спросили, задали вопрос разумный, в чем профит возможности хранить разнотипные данные в питоне. Вот, в списке, значит, главный профит состоит в том, что сами эти списки могут использоваться для моделирования каких-нибудь вот таких вот типов данных. И нам не нужно для того, чтобы смоделировать тип данных, в котором лежит одновременно строка, число, чего-то там, чего-то там, и просто мы по номеру каждому ходим, нам не нужно изобретать какой-то другой, другой, еще один тип, типа структура в СИ. Нам вполне пойдет тот же самый лист, который есть в питоне, просто в нем будет нулевой элемент, число, первый элемент, число, второй элемент, строка. Вот и все. Профит возможности хранить в списках питона разнотипные данные состоит в бритве окам и не следует множить сущности без необходимости. Вот такой ответ. Да, вот в чем и хочет ТК Интер. Может быть, будет чуть-чуть про ТК Интер. Вот я чувствую, что всем его хочется. Хорошо. Тогда всем спасибо. В следующий раз мы встречаемся через неделю, несмотря на всякие эти ваши локдауны и все остальное. Лекция будет. Вот. Если я буду жив. Ну, в общем, вот. Всем спасибо, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok